Всем привет! Фитнес-панда в эфире! Да, я замерзла. Видите, одета моя теплая ночная рубашка. Ну что, пишите, откуда вы, какая страна, какой город. Буду сейчас передавать приветы. И, как обещала, у нас сегодня тема прямого эфира – питание. Потому что очень многие у меня спрашивают, привет, питание, правильное питание, фитнес-питание, питание для жизни, для удовлетворения своих вкусовых рецепторов. Поэтому сегодня поговорим обо всём, о разнице. И также, как я говорила, что те, кто сделает репост, Украина Чернигов, привет, прислали свои подтверждения репостов на e-mail и получили анкеты для заполнения. И сейчас я в прямом эфире разберу пять таких самых интересных анкет, примеров питания. Просто реально хочу показать примеры питания, с которыми я работаю на моих мастер-классах, на моих семинарах, онлайн-клиенты. И очень часто все уверены, что у меня правильное питание, у меня чистое питание, у меня фитнес-питание, у меня питание для похудения. И потом, когда мы разбираемся, оказывается, очень далеко это от питания, направлено на ту цель, которую хочет добиться человек. Вот практически сегодня у меня уже было шесть вайбер-консультаций, которые мы разбирали питание, и один за другим человек клянётся, всё, правильно питаюсь, не могу похудеть, хорошо, давай будем разбираться. То есть я говорю, что всегда в первую очередь идёт питание, хотя анкеты даются для заполнения и стиль жизни, и возраст, и вес, и так далее, тренировочный план. Но питание – это 80% в большинстве случаев, а 99% успеха – это в большинстве случаев. Поэтому сегодня я хочу просто вам пример показать и разобрать. Пять примеров планов питания, озвучу их цель, озвучу их вес и возраст без фамилии. А у меня фотографии есть этих людей, то есть я могу их оценить не просто по весу, потому что очень часто мне пишут там, вот вы пишете так же, вот, Саша, у меня вес там 55 кг, что мне там добавить из еды или как мне тренироваться? Да, откуда я знаю? 55 кг может выглядеть по-разному. 55 кг, извините меня, это может быть просто, не знаю, косточки, шкурка и желеобразные мышцы, то ли это будет чисто просушенная мышечная масса, готовая выйти на соревнования по бодифитнесу на сцену. То есть есть разница вот этих килограмм. Поэтому всегда, когда я работаю с онлайн клиентами, вайбер-клиентами, мне всегда нужно видеть фотографии. И фотографии, да, в купальнике, в топе, в шортах, потому что иногда присылаю там, а в штанах, в футболке, я говорю, ну и что, на что я должна смотреть, где твои будут зоны проблемные. Окей, поэтому сегодня об этом поговорим. Привет, 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 Киев, привет. Привет, привет, надеюсь, еще в Киев попаду до вылета в Лос-Анджелес, потому что так, ну, сложились обстоятельства, что не получилось в Киев опять приехать. Ой, привет, 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 Новосибирск, привет, очень ждала ваш эфир, спасибо, Санкт-Петербург, привет, Питер, привет, 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 Киев. Киев, как я сказала, не знаю еще, ну, планировала приехать, но, надеюсь, еще до вылета в Лос-Анджелес еще приеду на пару деньков, но пока еще нет точного расписания. Пятигорск, привет, Саш, рад видеть, а мне уже не поможешь, я потолстел. Ну, всегда можно всему все исправить, если захотеть. Беларусь, Минск, Саш, привет, привет большой, привет в Белоруссию. Саш, ешьте кашу, спасибо, ем кашу, честно, не могу дождаться моего завтрака, когда я могу есть свою кашку. Привет, Одесса, привет, спасибо, привет, Саш, почему после трех месяцев отдыха у меня упали результаты очень сильно. Ну, а как ты думаешь, почему у тебя, ну, извини меня, у меня даже не надо ждать три месяца, у меня неделю, если я не тренируюсь в том же режиме, я выхожу, у меня реально было после операции грудь, опять же, я не скрываю, что я сделала грудь, после операции, опять же, да, я на третий день после операции уже делала кардио на беговой дорожке, проходку, но к тренировочному режиму обычному, даже кардио обычно, я вот встала на этот лестничный тренажер, а неделю спустя, если я до этого, неделя прошла буквально, я делала по 45 минут на максимальном, там, с мячиками 12 килограммовых в руках, то я через неделю встаю, через 20 минут я уже в туалете была, у меня вырвала. Ты говоришь три месяца, если я три месяца не буду тренироваться, извините меня, я вообще начну с обучения, с изучения, как правильно приседать. Привет, Нью-Джерси, скоро уже возвращаюсь в Лос-Анджелес. Ивана Франков, с удовольствием приеду, может, в следующем фитнес-туре. Привет, мой лучший тренер. Привет, спасибо большое. Германия, привет. Привет, 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 привет. Итак, привет ты попередавала, если буду видеть. Шаржи, ой, Шаржа, привет. Привет, Ольга. Итак, начнем. Пример плана питания, я сейчас зачитываю возраст, вес и план питания, и мы немножко, по чуть-чуть разбираем. Опять же, если возникают вопросы по питанию, Питер, привет, можете спрашивать, я буду видеть. Если я вижу слишком много вопросов, я просто останавливаю, я все равно до них дойду, хорошо? Итак, 42 года, вес 70 килограмм, цель 62 килограмма. Итак, моя цель похудения. То есть, это человек, это реальный человек, который прислал мне анкету, чтобы я рассмотрела в прямом эфире. Опять же, как я и сказала, есть фотографии, которые я видела, то есть, вам это не буду показывать. Вот, что я могу сказать? Опять же, берем во внимание, что человек уже 42 года. Как я всегда говорю, что в Виннице с удовольствием приеду, приглашайте. Привет, Кристина! Жди, скоро вернусь, попокач тебя скоро ждет. Что хотела сказать? То есть, 42 года. Опять же, очень часто, когда ко мне обращаются, там, 40 лет, 30 лет, и вот, Саш, ну почему в 20 лет мне было так легко, там, буквально недельку поголодала, похудела, все прекрасно. Извините меня, в 30 лет ваш обмен веществ начинает падать, а в 40 лет и еще ниже. И если вы в 20 не стали беспокоиться о том, что будет поддерживать ваш обмен веществ и налаживать ваше питание и тренировочный режим, то в 30-40 лет это будет очень уже трудно сделать. Но ничего нет невозможного. Вот, поэтому скажу, даже и в 40 лет тоже можно. Я видела очень много трансформаций тела, которые в 40 лет делали прекрасные трансформации тела. У меня на мастер-классах в Харькове женщина была 55 лет. Она фору дала 20-летним девочкам. То есть, в обалденной форме была. Даже я завидовала. Вот, поэтому, опять же, дальше читаем питание. Завтрак. Активность небольшая, сотрудник больницы. Итак, самое главное. Геркулес на воде, сахар, четверть ложки и соль по вкусу, плюс масло сливочное, яйцо, два отварные. Итак, что вы можете сказать о таком плане питания? То есть, я когда такие читаю планы питания, опять же, помним цель похудения. Помним также, что это 42 года человеку. То есть, опять же, помним, что это уже еще тяжелее, чем в 20 лет. Может, в 20 лет тот сахарок и то маслечко, может быть, еще не так сильно ударило по фигурке. А вот в 42 это уже маслечко и сахарок. Уже, извини, дорогая, если у тебя цель похудения, нужно убирать. Вот, то есть, в первую очередь, конечно же, сахарок убираем. Был такой пример, уже рассказывала в Москве, опять же. Женщина клялась. Я тренируюсь очень много, 2 часа каждый день кардио делаю, правильное питание придерживаюсь, там много не ем. Все продукты правильные, сахар не ем, мучной не ем. Вот мне больше всего нравится. Сахар не ем, мучное не ем, а потом начинается. Ага, я говорю, хорошо, что ты на завтрак ешь? Она говорит, я завтрак не ем, я не голодная, я пью чай. Ага, если чай, она пьет. Я уже много раз это говорила. Если я спрашиваю человека, говорю, когда ты и что ты кушаешь на завтрак? Они говорят, я не голодная утром, я не ем утром. Знаете, что это значит? Она обожралась вчера ночью, и она ела то, что не в фитнес-питании. Поэтому утром она проснулась, у нее еще желудок набитый этой все, извините, бякой, которую она вчера ночью съела. И поэтому, естественно, она утром не будет голодной, естественно, не захочет кушать. Если бы ты съела свой салатик с куриной грудкой вечером в 6 вечера, или даже в 8 вечера, то я, извините, не могу дождаться в 7 утра, когда я проснусь и съем свою овсяночку с яичными белками. Для меня это как молитва, понимаете? Поэтому, когда пропускают завтрак, я вам гарантирую, что это значит не переедать ночью, вечером, и не те продукты, которые нужны. То есть, как рассказывала, эта женщина, которая клялась, что на ней есть сахар, говорит, я только чай утром пью. Хорошо, что ты в чай добавляешь? Ничего. Я говорю, ну я же знаю, что она все-таки в чай что-то добавляет. Лимон. Я говорю, ага, если там лимон есть, значит, там еще что-то есть. Я говорю, что еще? Она, ну, ложку сахара. Ты же сказала, что ты сахар не ешь. Ну это же только ложка, понимаете? Тут иногда до абсурда доходит, когда люди клянутся. И поэтому, когда я даю заполнять анкеты, я говорю, пожалуйста, будьте честны со мной. Потому что, в первую очередь, вы должны честны быть с собой. Потому что вы сами себя обманываете, что я не могу похудеть, я такая вся правильно, у меня правильное питание, я все правильно делаю, но не худеется. Все прекрасно худеется, если правильно делать. Окей? Вот, поэтому разобрали, что там был сахарок. То есть, первое, что могу сказать, на завтрак есть сахарок убрать, маслочка тоже, извините меня, тоже нужно убирать. Для похудения там оно же там не должно быть. Кетодиетчики, давайте пока эту тему оставим насчет жрать пачками масла сливочное, если вы на кето-диете. Это мы не будем сегодня затрагивать. Ну, может быть, немножко, чуть-чуть. Вот, поэтому, что бы я в этом плане питания на завтрак поменяла? Во-первых, геркулес, не знаю порцию. То есть, нужно, во-первых, порцию установить этой же овсянки. Дальше убираем сахар, пусть это будет даже соль, масло убирается. Если уже не может она без жира, и я бы оставила, допустим, жир, но мы всегда, я говорю, нужна вот эта ее первая точка отсчета. То есть, от этой точки отсчета я буду делать маленькие корректировки, чтобы не было очень резких изменений в питании, чтобы, опять же, не привело так к срывам и голоданию. Голодание, срыв, вперед. Вот, поэтому, если мы будем уже менять что-то в этом питании, то я сливочное масло, допустим, заменю на тоже кокосовое масло или семена льня дробленные, или чиа. То есть, чиа и семена льня еще больше наполнят. Это клетчатка, это полезные жиры. В крайнем случае, уже даже до орешки пусть даже добавить. И яйца вареные, опять же, очень много, очень спорят насчет яичных белков или яйца. Да, яичные желтки я выбрасываю. Слава, у нас есть коты и собаки, которые им, и мои племянники, которые ест прекрасно блинчики из тех же желтков. Поэтому кошечки у нас все блестящие, красивые. Собачка тоже очень хорошо желточки кушает. Опять же, подумайте, два яичных яйца, два яйца вот она съедает. Одно яйцо 80 калорий. Она съедает на завтрак 180 калорий из двух яиц. Я съедаю 5 яичных белков, это 86 калорий чистого белка, который пойдет мне в мышцы на восстановление. Все. То есть, что я убираю яичные белки? Ну, есть, опять же, такие варианты, когда уже, ну, люди говорят, не могу без желтков. Я говорю, хорошо. Одно яйцо и, допустим, два-три яичных белка. Еще окей, я могу согласиться. Хорошо. Вот. И, опять же, очень часто из-за того, что убирают простые углеводы, на то они потом и срываются. Поэтому я бы сказала, что нужно еще на завтраке и добавить именно простые углеводы в виде или яблочка, или там, ну, какой-то фрукт или ягоды. Окей, клубника. То есть, вот что на завтрак. Дальше у нее перекус кофе с молоком без сахара. Это очень часто не учитывают. Кофе с молоком, опять же, если не знали, переваривается более чем 9 часов. А то, что не переваривается или переваривается очень долго в вашем организме, в женском, знаете, куда идет? Вот ваш целлюлитик как раз туда идет. И уже таких много вылечила, которые не могли набрать мощную массу, потому что, видите ли, она не голодная, она не хочет есть, но зато по 4-5 чашек капучино в день выпивает. Я говорю, хорошо, ты выпила кофе с молоком. И вы знаете, когда, я тоже знаю, когда выпиваешь кофе с молоком, долго не хочется кушать, правильно? Это что показывает? Что организм очень долго переваривает этот продукт и думает, блин, да что это такое, как я его могу переварить? Поэтому те, которые не могли набрать мышечную массу, я имею в виду именно мышечную массу, я им просто, когда так, кофе с молоком убираешь, и прекрасно все появлялся, и аппетит появлялся, и мышечное масло росло. Вот, пожалуйста, ездила, опять же, на мои семена, очень многие девчонки ко мне подходили. И, Саша, слушай, послушала, опять же, зато кофе с молоком, убрала. Прекрасно. Вот до этого был вайбер-консультация, опять же, насчет молочных продуктов. И, Саша, послушала твой прямой эфир, убрала молочные продукты. Реально, вес пошел вниз, нету вздутия живота, нет такого дискомфорта в кишечнике, в желудке. Ну, ребят, ничего я не придумываю. Это, опять же, на основе своего уже опыта, и опыта работы с клиентами, и все. Вот, дальше, то есть, перекус, кофе с молоком без сахара, это не перекус. Мало того, у нее завтрак получается где-то, вот она писала, в 7 утра. Дальше вот этот у нее перекус в 10 утра, и потом уже обед в час дня, понимаете? То есть, это очень большой перерыв, и я вам гарантирую, что иногда очень часто не дописывают то, что там еще был этот перекус. Или печенька проскользнула, или конфетка проскользнула, поэтому, потому что не поверю, что она в 7 часов поехала, поела ту овсянку, даже с маслом сливочным и с яйцами, и потом до часу она ничего не съела. Но, опять же, ребят, я очень много работала с клиентами и перечитала таких планов питания, чтобы не видеть правду скрытую. Поэтому могу сказать, что там не просто кофе с молоком было. В обед куриная грудка 150-180 грамм. Опять же, 180 грамм, ну, немножко многовато для одного приема пищи, поэтому уменьшить хотя бы 120-140. Дальше, рез гречка 40 грамм в сухом виде. Опять же, по тему, в сухом виде взвешивать каши или в сыром, или в готовом. Опять же, я не хочу заморачиваться, каждый день бежать домой, взвешивать эти 30 грамм гречки или риса, отваривать и есть. Зачем? Я себе сварила стакан гречки или стакан риса уже в готовом виде, себе разложила по порциям. Все, жизнь намного проще становится. Опять же, да, если у вас каждый день можете приготовить каждый свой прием пищи без опозданий и все вовремя, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, у меня нет. Я не хочу тратить время на каждый прием пищи. И все. То же самое с куриной грудкой, с рыбой. Да, я приготовлю 2-3 куриные грудки наперед, разложила в готовом виде. И все. Я не буду ее развешивать в сыром виде, взвешивать, замораживать, потом размораживать, думать. О, там, может, я сильно засушила, значит, я меньше белка сейчас ем. Зачем? И все. То есть, и опять же, в зависимости, если я знаю, что у меня вот режим есть, у меня крупы в готовом виде, кроме овсянки, моя гречка, моя рыба, мясо, куриной грудки в готовом виде взвешивается, все, от этого я уже и работаю. Окей? Дальше, то есть, порцию немножко нужно уменьшить и сюда добавить еще овощи. Овощи, клетчатка, все равно должна быть. Дальше у нее перекус мандарин. Очень часто также, вот перед тем, опять же, перед этим была вайбер-консультация, тоже также было написано перекус яблока. Я говорю, хорошо, давай, я спрашиваю, опять же, вот сами себя спросите, вот вы когда съедаете яблоко, как быстро вы хотите кушать? Буквально через 20 минут вы опять голодная. Это эффект вот этих быстрых углеводов, когда вы когда их просто съедаете. Особенно после яблока очень хочется кушать, ну, буквально через 20 минут. Поэтому всегда рекомендую скомбинировать этот прием пищи, то есть, те же орешки туда добавить, чтобы, или белок какой-то, чтобы, опять же, замедлить вот это быстрое переваривание тех углеводов, и чтобы этот прием пищи был более насыщенный. Поэтому, мало того, что я вот спросила предыдущую мою клиентку, я говорю, хорошо, скажи, ты там съела яблоко, как быстро ты хотела кушать? И тут она говорит, не, ну вообще-то с этим яблоком я ела орехи или там куриную грудь. Говорю, подожди, ты не написала это в анкете, которую я тебе дала. А ну, я просто забыла. Вот видите, то, что я говорю. Вот эти забыла, очень часто получается, и вот то, что они и сами с собой не честны, и получается со мной тоже, как тренера. А я всегда прошу быть со мной честной, потому что если ты мне не рассказываешь о своих ошибках и о своих вот этих нюансиках, я не могу тебе помочь. Потому что очень часто пишут идеальные планы питания, ну, извините меня, когда пишет, и я вижу фотографию и говорю, слушай, дорогая, или ты вообще не питаешься по этому плану питания, или ты питаешься 3-4 дня в неделю, вот так ты, знаешь, выдержала, а потом у нее понесло, снесло крышу, она начинает жрать все подряд. Это не план питания, и не надо его выдерживать. Окей? Вот, поэтому сколько у меня девчонок сейчас в группе, вообще, я их наоборот заставляю кушать, и они видят результаты. С углеводами худеют, прекрасно себя чувствуют, обалденные тренировки выполняют, наслаждаются тренировками. Все. Поэтому вот такие маленькие недочеты, я гарантирую, что в этих, там, где написано 2 мандаринки, там не только были мандаринки. Дальше. Ужин, куриная грудь, помидор, огурчик или кефир, один стакан и клетчатка, одна ложка. Кефир и клетчатка, одна ложка, это не ужин. Окей? Поэтому это уже даже не безоговорочно. Ужин, опять же, если ваша цель похудения, здесь, опять же, или куриная грудка, белая рыбка, там тунец, салатик или огурчики, оливковое масло, можно добавить в качестве полезных жиров, ложку, столовая ложка, 160 калорий. Очень много это. А многие вот так вот, налила, ага, сколько там ложечек ты себе налила? Это раз. Во-вторых, тоже у всех разные понятия салата. Опять же, та же предыдущая клиентка, написано салат. И перечисление дальше. Огурчик, помидорчик, зелень, сыр, оливковое масло, оливки и уже потом куриная грудка. Я говорю, слушай, дорогая, вот до части куриная грудка и рыба, это не описание салата. Это описание, ну, минимум 700-800 калорий. Сыр, оливки, оливковое масло, которой не было мерная ложка. Поэтому, говорю, это не салатик был. Я когда-то тоже таким салатиком своего тренера удивляла. Поэтому салатик, это огурчик, помидорчик, там капусточка, лучочек, а уже оливковое масло, это уже добавочка, это уже следующий ингредиент, это полезные жиры. А салатик, как салатик, это ваши овощи, все. И никакого сыра, и никаких оливок там не должно быть. Опять же, мы говорим по похудению. Поэтому это не питание. Питание нужно, естественно, ей корректировать. Вот, пожалуйста, я даже, я то, что вам и говорила, даже не начитала, сейчас дочитаю. Держу такое питание 2-3 дня, а потом срыв. Ребят, я ничего не придумал. Вот, у меня перед носом, это реальный человек. А потом срыв, селёдка жирная, рыба хочется жареная, печень, трески в масле, беляши, чебуреки, кофе с молоком, 3 чашки в день, витамины, сейчас не пью. Всё. О чём ещё можно говорить? То есть, вот прочитав питание, так как я и сказала вначале, я уже даже не видела вот эту строчку, я, как я им сказала, обычно держит, вот выдерживает такое питание 3-4 дня, а потом крышу срывает. Зачем? Потому что, во-первых, это питание несбалансированное. Здесь всё-таки нужно работать, работать, работать. Тоже, как я и сказала, завтрак корректировать. Кто позже присоединился, я постараюсь сохранить этот эфир, он будет у меня на страничке или в записи на YouTube-канале. Посмотрите, там много записей, уже тоже есть прямых эфиров, есть интересные мотивирующие пинки, мотивационные пендели. Так что заходите. Опять же, как я и сказала, этой клиентке, чтобы, во-первых, в первую очередь нужно отрегулировать питание. По тренировкам спортзал в 7.30 у неё, или в 9, ну да, в 7.30, 2-3 раза в неделю. Опять же, по тренировкам, что могу сказать? Очень часто говорят, там сколько тренироваться. Понимаете, если даже доктор рекомендует 3 раза в неделю физическая активность для поддержания формы. То есть, это если ты довольна своей формой, ты должна выполнять 3 раза в неделю физическую активность для поддержания. Когда вы мне пишите, хочу похудеть, хочу изменить структуру тела, набрать мышечную массу, то, извини меня, 3 раза в неделю – это для поддержания. А для изменения своей формы нужно делать немножко по-другому. Дальше, вот это один из примеров. Давайте пока, если у вас вопросы были, я сейчас отвечу. Привет, 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 жду. Привет, привет. Расскажите, пожалуйста, что кушать после силовой тренировки вечером. Окей. Саша, спасибо за это. Скажи, сколько дней в неделю тренироваться и сколько отдыхать. Опять же, как я и сказала до этого, я не вижу тебя. Я не вижу, как ты выглядишь, какая у тебя цель, как твое питание, потому что тренировки будут зависеть от питания. Поэтому самый лучший и самый, так сказать, эффективный вариант – это вайбер-консультация. Вот как пример я сегодня прочитала вам, высылается анкета, вы пишете о своем питании, о тренировках, высылаете фотографии свои. Опять же, эти фотографии никуда не идут. Видите, я даже вам их не показываю. И уже просмотрев фотографии, просмотрев твое питание, просмотрев тренировки, я могу сделать какие-то рекомендации. А так, откуда я знаю, сколько у тебя тренироваться дней в неделю. Добрый вечер, как всегда, приказано. Спасибо большое, Юлия. Привет, расскажи, как просушить тело до соревновательного уровня. Может, добавки, верх сохнет. Итак, хорошо, давайте немножко остановимся на анкетах и расскажу разницу. Хорошо, скажите, а какая разница между похудением и сушкой или подготовкой к соревнованию? Очень часто путают два этих вида, говорю. И очень часто, особенно начинается весна, все начинают на сушке. И когда ты спрашиваешь девушку, говорю, что ты, а я на сушке. Я говорю, хорошо, у меня сразу как соревнующая спортсмена, когда у тебя соревнования. Она говорит, не, я так, для себя, для лета. Извини меня, это не сушка у тебя. То есть разница между похудением и сушкой. Похудение, вот когда приходит, мне говорит, я хочу 55 килограмм быть, все. Мне пофиг там, что это будет. Ну, конечно же, в большинстве случаев хотят, чтобы это были красивые округлые мышцы, но 55 килограмм. Я говорю, хорошо. И похудение, это значит, она будет голодать, она будет пропускать приемы пищи, она там уберет все углеводы. Это она похудает, понимаете? Она хочет увидеть просто 55 килограмм. Сушка – это настолько четкий процесс, когда вы стараетесь с меньшей потерей мышечной массы сжечь жировую. И это не результат одной недели тренировок и питания, и не двух недель. Почему? Минимально считается 12 недель, сколько вам может занять подготовка к соревнованию. 12 недель. А в большинстве случаев это 14, 16 и 18 недель. Понимаете? Поэтому, когда мне пишут, как просушить тело, извини меня, во-первых, чтобы сушить его, тебе должно быть как что-то, что сушить. Какая-то мышечная масса, чтобы ее сушить, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы сушить, нужно все-таки, должна быть какая-то цель, и реально это соревнование, а не так сушить для бикини. Потому что вот эти сушки заканчиваются, потом она вышла в бикини на пляж, а потом она на неделю зажралась и 10 килограмм набрала. Это не сушка. Это издевательство над организмом. То есть, вот если видели, в сторис оставила, потому что реально очень часто мне там писали, вот там не хочу плечи качать. Реально, чтобы мне дойти до вот этого состояния плеч, когда там веночки. Это был июнь. Я подготовку начала в декабре предыдущего того года. Вот это была фотография с просушенными венами 2 июня. Я начала подготовку перед Рождеством, это 20 декабря 2015 года. Вот посчитайте, сколько мне заняло времени, чтобы сделать ту форму. А вы говорите, как просушить тело. То есть, это очень четкий процесс, когда реально, вот я сейчас на подготовке, у меня реально, у меня первые недели вообще вес не падал, потом килограмм ушел, но тело меняется. Я реально сейчас наслаждаюсь этой подготовкой, потому что каждая подготовка для меня это по-другому происходит. Я, допустим, в том весе, в котором сейчас, у меня раньше не было пресса прорисована. Я сейчас там прихожу на тренировку, я там в зеркале, пока его нет, начинаю смотреть свой пресс. Да, еще мне сушится и сушится. Но пресса так прорисована у меня еще не было никогда в таком весе. То есть, это мне очень нравится, понимаете? И вот очень многие думают, что похудение с сушкой это одно и то же. Нет, потому что на сушку, на подготовку к соревнованию у многих просто реально не хватает терпения. Понимаете? Вы мне говорите, а чуди, ну Новый год, как же я не выпью шампанского? Но, извините меня, в 2008 начала выступать, вот до 2008 года. Знаете, сколько новых годов? День рождения, Рождества, всяких там днев благодарения я прошла без всяких алкоголей, без всяких еды. Вот, пожалуйста, сегодня тоже, между прочим, со старым Новым годом. Моя семья вся, все там блинчики с мясом, эти оливье, салатики, все сидели кушали. Что я делала? Я поела свой салатик, куриная грудка и сидела, работала онлайн. Все. То есть, я не плачу. То есть, просто очень многие не понимают, что такое подготовка к соревнованию. Они думают, да, я месяц не пожру там шоколадок. Вот если ты хочешь именно сохранить эту мышечную массу, а сжигать жировую, это очень четкий процесс, это долгий процесс, который очень нужен терпения. И я знаю это, я не спешу с этим, потому что, да, я знаю, если я поспешу, я это уже делала, и потом еще хуже становится. Так, Саша, скажи, пожалуйста, тренировка в 18-19, что можно съесть после тренировки, что нам очень хочется в процессе похудения. Ешьте белки, овощи, опять же, да, пожалуйста, я с вами закончу, в 10 часов вечера я пойду и ем свой последний прием пищи. Это будет 5 яичных белков и с ложкой семян льна дробленных, это все взбитое будет в блинчике, я уже ставила так это в мои сторис, и с чайком выпью и пойду баюшки через полчаса. Все, то есть, опять же, я не могу сказать, что ты до этого ела, потому что я не знаю, а то, может, у вас такое, знаешь, я не говорю про тебя понятие, после 6 я не ем, главное до 6 нажраться, да, вот, то есть, опять же, я не могу точно сказать, но не ставьте себе ограничения, тем более после тренировки. Белки обязательно, даже если у тебя похудение, белок съела, те же яичные белки, даже та же куриную грудку и та же рыбку, даже в 7 часов, ты до 8 часов, даже если ты пришла, поела свой салат с куриной грудкой, с рыбкой белой, через 2 часа пошла спать, нормально все, прекрасно будет. Мало того, ты обязана это сделать, ты должна покормить свои мышцы после тренировки. Все, углеводы я бы уже здесь не ставила, ну, что поздновато, и твоя цель похудения, а так, пожалуйста. Здравствуйте, сухофрукты на завтрак лучше убрать из рациона. Есть ли цель похудения? Да, сухофрукты, я об этом уже писала, но, ребят, ну, сами подумайте, есть ли цель похудения? Виноград, даже как продукт, не советуется на похудение, это высокий гликемический индекс, это высокое количество быстрых углеводов, а вы собираетесь изюм ложить себе в завтрак, ну, извини меня, а что такое изюм? Это высушенный твой же виноград, еще и с сахаром. Ну, сами подумайте. То же самое, эти, курагу, сколько, твоя порция, это буквально одно-две этих абрикоски, а сколько кураги ты съедаешь за раз? Сколько ты раз увеличиваешь свое количество углеводов и быстрых углеводов за один прием? Ну, подумайте, просто логически. Я даже на наборе мощной массы все равно, если проблемы с лишним весом, не советую сухофрукты. Опять же, ну, подумайте, лучше же свежий фрукт съесть, получить хотя бы этот мизер какой-то полезных элементов. А с миндалем и молоком можно кофе или тоже долго переваривается? Вот, не знаю, я даже спрашиваю у меня друзья, у которых мастера, там, дипломы по химии. Я говорю, ребят, ну, почему-то соединение кофе с молоком вот такой эффект имеет на организм. Он говорит, ну, это на химическом каком-то уровне. То есть, вот так, кофе с миндальным молоком, ну, тоже тут сама подумай, ты попробуй иногда, вот, выпиваешь, как долго тебе не хочется пить, кушать после этого, правильно? Вот и все. А у меня кофе с молоком расстраивается желудок. Ну, пожалуйста, по поводу молочка, это правда, что, Саша, говоришь на 100%. Говоришь, готовишь на день, либо сразу на два. В зависимости, то есть, белок, эй, белок. Ребята, очень многие у меня спрашивают, где купить продукцию BPI на Украине. Ребята, Белокс, это официальный представитель фирмы BPI. У них все новиночки, да, все мои любимые. Вот, с вами закончу, съем свой прям последний. И Night Burn, это самая классная штука. Ночной жиросжигатель и с мелатонинчиком через 20 минут будут в баюшке. Даже вот какая сейчас у меня энергия прет, через 20 минут после этого буду храпеть. Вот, да, я храплю, никому не рассказывайте. Вот, поэтому по приготовлению пищи на подготовке, да, в принципе, в межсезонье я настолько уже привыкла за эти года. Я себя там пошла, ну, в зависимости, то есть, у меня сейчас больше свободного времени, а я себя только приготовила 4 куриные грудки, приготовила, разделила их на порции. В зависимости, сколько у меня порций, ну, то есть, остается, следующие готовлю. То есть, если я знаю, что у меня будет, допустим, как возвращаюсь в Лос-Анджелес, занятая ли неделя, то есть, я себя могу приготовить, я знаю, что мне нужно приготовить минимум там на 6 дней. То есть, да, я рассчитываю, сколько у меня там приемов пищи, рассчитываю их на 6 дней, и уже готовлю так, чтобы было на 6 дней. Ну, что я знаю, что в следующие 6 дней у меня не будет возможности приготовить еду. То есть, как я и сказала, у меня, да, у меня были знакомые, которые реально, он себе готовил каждый прием пищи. Да, классно, каждый прием свеженько. Я, честно говоря, пробовала, но я не могу, я стою над этой куриной грудкой, когда она приготовится. Ну, и для меня это большая вероятность того, что я там лишнюю порцию отрежу. А так, я знаю, у меня порция есть в моей коробочке, в моем судочке, все. То есть, это то, что мне научило, как меня научило держать порцию. Потому что для меня была большая проблема порция. Потому что у меня нет там проблемы с фастфудом, с какими-то там сладостями. То есть, для меня была порция, проблема, то, что я хотела съесть больше куриной грудки, там, больше той же рыбы. То есть, вот, когда я делаю свои порции, заранее, все, порция есть, никуда не денешься. Привет! Кукуруза в реальном режиме нет. Углеводы, быстрые углеводы, кукурузу на похудение нет. Все правильно, Саша говорит, девочки, прекрасно худеться с углеводами 4 раза в день, главное все четко делать. Вот, пожалуйста, Кристина, она живет в Лос-Анджелесе, ко мне обратилась, которая хотела за 3 месяца набрать мышечную массу и сразу же просушиться на среду. Кристина, извини, если так рассказываю про тебя, и сразу же просушиться. Я сказала, дорогая, за 3 месяца это я тебе не сделаю. Я никому никогда не обещаю каких-то заоблачных целей. Опять же, если вы видели сейчас, опять же, по вашим просьбам сделала эти тренировочные программы, на что очень многие мне писали. Саша, ну как там тренировать ягодичные, сейчас есть уже в доступе до 15 числа, только со специальной скидкой 50%, это 12 тренировочных программ для ягодичных. Сейчас, девчонки, все, получаю отчеты, это буквально вторая неделя. Пишут, Саша, моя задница чувствуется так, как никогда в жизни. То есть, все есть на все группы мышц, то есть, и на спину, и на плечи, и на ножки, вот, называю стройные ножки. То есть, там и для набора мышечной массы есть отдельные тренировки для похудения. То есть, и тоже будет комплекс очень интересный из 12 тренировок вне тренажерного зала. В ход пойдет все. Бутылки, бревна, покрышки, кастрюльки, подушки, туалетная бумага. Все. То есть, это тоже очень интересные комплексы. Поэтому сейчас есть это в доступе. И вот, пожалуйста, опять же, на примере Кристина, что хотела сказать. Я ей сказала, я никому не обещаю, что там, если ты выполнишь, я даже не пишу это в программе, что вот ты выполнишь мои 12 тренировочных программ, и у тебя будет попа, как у фитнес-модели, там, такой-то, такой-то. Нет. Потому что я знаю, это будет все зависеть от тебя. Во-первых, к этим тренировкам должно быть питание, как ты будешь выполнять эти тренировки, и насколько у тебя терпения хватит. Окей? Поэтому я никогда не обещаю никаких... Я просто реально тебе могу сказать. И как ей сказала Кристина, Кристина, извини за меня, за 3 месяца я тебе этого не сделаю. Что мы можем сделать? 3 месяца будет набор мышечной массы, потом мы будем смотреть по результату, и потом, если что, мы это просушим. Она согласилась. Вот, пожалуйста, реально подтверждение. И это тоже была проблема у человека, который боялся углеводов. Вот, так что все получается. Спасибо, Кристинка, что ты здесь. Все, готовься, уже скоро еду. С новыми тренировочками, с новыми упражнениями будем тренироваться. Так, кукуруза любая целит... Ну, так, целит нет кукурузы. Да, целит нет кукурузы, это я количество. С ложными углеводами не смешиваю. Как это не смешиваешь? Смешиваю, все смешиваю. Кто пробовал рисовые хлебцы с арахисовой пастой? Или рисовые хлебцы еще с этой фрутелла, я называю фитнес-нутелла, арахисовая паста с протеинчиком шоколадным, немножко водички, это все размешать на рисовый хлебец. Вот такая штука. Так что бред, это все углеводы с жирами не смешивать. Яблоко с арахисовой пастой, ням-ням. Что насчет кефира или йогурта обезжирения? Ну, ребят, ну это молочка, я уже сказала насчет молочных продуктов, задерживает воду. При похудении все равно рекомендую. На сушке 100% убирается, на похудении все равно рекомендую тоже убирать. У меня дома гуси от кукурузы такой жирок набирали. Вот, пожалуйста, да, отличный вариант, да. Жирочек на кукурузе хорошо растет. Обезжиренные продукты не усваиваются. Ну, тоже, опять же, очень часто в гонке за обезжиренными продуктами вы сами себе добавляете, значит, что углеводы. Почитайте, сколько вы в обезжиренном молоке углеводов. Ок? Я люблю кукурузу, но я не жирная. Да, пожалуйста, низкий процент жира, как за счет кукурузной каши, то же самое. А вы были жирная, нет кукурузы. Ну, не надо сейчас тут уже разборки насчет кукурузы устроить. Саша, у вас шикарные волосы, как вы похожи? Да никакие не шикарные, никакие не шикарные. Специально для вас даже помыла волосы сегодня. Никакие они у меня не шикарные, никак за ними не ухаживаю. Наоборот, себя очень часто ругаю, потому что, если видели, особенно подготовки, у меня всегда хвостик, дулька завязана и покрепче нужно. В последнее время косички надо было, начала две завязывать. Просто я не люблю, когда у меня все это на лице, специально для вас только вот это все висит. Только мы заканчиваем, заканчивается эфир, это будет опять все это в дульке. Вот, к сожалению, не ухаживаю специально за волосами, и это плохо. Пропиваю иногда витамины для волос, биотин, но, опять же, никаких специальных мазок не делаю. Так, привет из Мурманск, привет, спасибо большое. А, да, между прочим, ну, я еще отчет просто не сделала в моем тренере, ну, что, завтра будет отчет ему, ну, завтра, может, расскажу еще, может, завтра еще выйду в эфир. Так, от куры, так, эфир, постараюсь, гусь фаршированный кукурузой. Привет, привет, тема кукурузы, конечно, интересная. Саша, расскажи, пожалуйста, про миндальное молоко в кофе. Не знаю, попробуй, опять же, как я сказала, может, такой же, тот же будет эффект. Правильная, это же привычка, главная постаральная цель. Все хорошо, что ты напомнила, разница, очень часто пишут правильное питание. Давайте разберемся, хорошо, почему, опять же, если вы не знали, у меня, я сертифицированный спортдиетолог, есть в Америке такая сертификация получила, это спортнуршин, то есть я питание, спортпитанием занимаюсь, и я его продвигаю, так сказать, и ему следую. На определенном моменте я решила пойти учиться на диетолога, и решила, ну, думаю, ну, все-таки больше будет и знаний, и, то есть, и на будущее, может, просто, ну, от спорта отойду, может, буду просто с обычными людьми работать. И вы знаете, после того, как я прочитала курс лекций этого, ну, диетолога, который там предлагался, я не пошла. Знаете, почему? Потому что это очень большая разница питания для фитнес-цели и питания для жизни. Вот сейчас у меня моя подружка, она сейчас учится на диетолога, и, опять же, я, может, знаю, она будет сейчас прямой эфир смотреть, или позже она посмотрит, она узнает себя. Я не то, что я, я не говорю, что она не права, что она что-то неправильно говорит, я, наоборот, за ней слежу, некоторые посты мне нравятся, с некоторыми не очень согласна, но, опять же, я могу сказать, что вот она учится на диетолога, потому что есть понятие питания для жизни, есть понятие питания для достижения фитнес-цели. Ну, спорьте, не спорьте. Да, вы пойдете к любому диетологу, он скажет тебе, молочку нужно кушать 2-3 раза в неделю, фрукты нужно кушать 2-3 приема в день в день. Да, пожалуйста, ну, извини меня, я тебе этого не могу сказать делать, если ты пришла ко мне и говоришь, Саша, мне нужно похудение. Понимаете? То есть есть понятие похудения, или там даже не похудения, а питания для определенной фитнес-цели. Посмотрите питание для фигурного катания, посмотрите питание для бодибилдера, питание для бегуна на длинной дистанции и питание для бегуна-спринтера. Правильно? То есть у них у всех будет разница все равно в питании. Кому-то нужно больше углеводокомплексных, у кого-то меньше углеводок, у кого-то больше белка, кому-то больше жиров, все. Нельзя, все, и у каждого будет понятие правильного питания свое. У кого-то правильное питание – это листик салата, стопка водки и на подиум. Вот такие, это тоже диета, это модели диета. Я с такими тоже моделями работала. Вот, поэтому у всех понятие правильное питание, поэтому я не люблю даже само понятие правильное питание. Правильное питание в твоем понимании. Я это очень много раз уже доказала, когда приходит, я правильно питаюсь. Хорошо, давай разберемся. Я говорю, хорошо, какая у тебя цель? Я хочу знать твою цель, и потом мы послушаем твое питание. Потому что очень часто просто питание не соответствует той цели, которой она хочет добиться. Это не всегда я не согласна в питании, потому что она там плохо кушает или недостаточно кушает. Просто, опять же, тот же пример. Человек в Москве была, женщина, то есть, говорит, Саша, не могу набрать мышечную массу, даже вот отойдем от питания для похудения. Говорит, Саша, не могу набрать мышечную массу, я питаюсь правильно, в принципе, я прослушала питание, мы это при всех. Она говорит, я говорю, в принципе, да, достаточно калорий, в принципе, ничего там вредного нет и так далее. Она говорит, не могу набрать мышечную массу, почему так и так далее, вплоть до того, что там пропали месячные и так далее. Я говорю, хорошо, что у тебя с тренировками? Говорит, я хочу набрать мышечную массу, слушайте это, я делаю на пустой желудок каждый день пробежку по 10 километров. Понимаете? То есть не всегда бывает только питание. То есть она делает питание вроде бы как для набора мышечной массы, а тренировки совершенно в противоположном направлении. Ну какой, извините меня, 10 километров на пустой желудок каждый день бегает, здесь у тебя цель набора мышечной массы. То есть я говорю, хорошо, ты разберись, что ты хочешь больше, цель набора мышечной массы или бегать? Ну я люблю бегать. Я говорю, хорошо, давай хотя бы будешь бегать после элементарного приема пищи. Может там протеинный напиток с бананчиком и там уже через полчаса. Нет, я так не могу, я люблю бегать на пустой желудок. Ну что я могу сказать? То есть опять же вы приходите ко мне, говорит, я хочу похудеть, всеми все, я готова на все. Как только приходит время день рождения, а я что, на день рождения не буду тортик есть? Так извини меня, ты пришла ко мне и спросила, я хочу похудеть, я пойду на все, я хочу добиться своей цели. И тут при малейшем вот это, а что я тортик не буду на день рождения есть? Ребят, просто иногда вы сами себя обманываете. Вы говорите, я готова на все, я хочу добиться своей цели, а при малейших вот этих, когда вам нужно реально пойти на какую-то жертву, а не, я не хочу. Как это? Я не могу без сыра. Как это? Я не могу без кофе с молоком. Понимаете? То есть так не работает. Мало того, да, и не надо начинать сравнивать себя. Вот, ну как же, она же вот ест творог, и у нее пресс красивый. Да, жизнь не честная штука. Да, мне нужно пахать в тренажерном зале каждый день, каждый день делать кардио, дочищать свое питание, того, что даже жвачки нужно убирать, чтобы мне сделать свой пресс для соревнования. А кому-то кто-то может и творог есть. Понимаете? То есть мы все разные. У кого-то труднее уходит этот жирочек, у кого-то медленнее уходит этот жирочек. Кому-то нужно меньше времени подготовиться на соревнования, кому-то больше времени подготовиться на соревнования. Привыкнешь, что, да, жизнь, жизнь не честная штука. И все. То есть ты должна, ты, я знаю свой организм. Вы у меня там начинаете, мол, вот там много тренируешься. Я знаю, только я уменьшаю свое количество тренировочных тренировок или интенсивности, вес сразу, бум-бум, и вес не от мышечной массы. Так. Реально ли построить тело без пропита? Да, пожалуйста. Но, опять же, в зависимости, какое тело и как его строить. То есть, извини меня, если у меня каждый день тренировки, и я знаю, что мне нужно быстрее восстанавливаться. А моему организму, пока он переварит куриные грудки, чтобы вытащить оттуда БЦАшки, мне его долго нужно еще переварить. Поэтому я лучше свой БЦА выпью после тренировки. Пожалуйста. Но все равно минимальный набор спортпитания все равно должен быть. То есть те же БЦА, те же мультивитамины, омега, это просто элементарно, то, что должно быть. Притреник, глутамин для восстановления. И все. Саш, до какого времени можно угли кушать, аминокрупы? Ну, вообще, если цель похудения, то желательно, как говорится, в первой половине дня. То есть, думаю, у всех разная половина дня, правильно? То есть, если я встаю в 5 утра, то, ну, в первой половине дня у меня до 4 часов будет и все. Дальше все. А кто-то встает и в 12 часов дня. Понимаешь? То есть, я не люблю вот эти временные ограничения, но желательно все-таки, ну, как считается, до 4 часов сделать, съесть свои углеводики, если цель похудения. Если набор мышечной массы, я клиентам даю и в 6 часов вечера, они углеводики кушают, и гречку, и рис, и заставляю еще, чтобы кушали. Саш, ложку дробленных семян льна, можно иметь ложку льняного масла? Нет, это, в принципе, не то же самое. По калорийности даже, и все-таки масло есть масло, семена льна, почему мне они еще нравятся, все-таки это клетчатка. Нельзя поставить на одно и то же, в принципе, если разобраться. Саша, привет, как бороться с родственниками, которые обижаются, если не кушай кусок торта и бокал вина? Пожалуйста, пусть обижаются. То есть ты им скажи, разве ты меня думаешь, что я тебя люблю за то, что ты меня куском торта накормила? Я тебя люблю не за торт, я тебя люблю не за бокал вина. То есть вам нужно реально поговорить своими родственниками, своими родными, вот как я с мамой поговорила, с моими остальными родственниками, то они уже привыкли. Да, иногда у нас бывают всё-таки стычки, когда мама, может, ты это съешь? И, мам, ну я же тебе говорила, мне это нельзя. То есть она иногда забывает, что нельзя. Она знает, что мне можно, но что нельзя иногда забывает. Вот, поэтому просто иногда объяснить, что иногда, когда мы, знаете, как можно ещё объяснить-то по-разному, когда ты говоришь, я на похудении, не трогай меня, мне нужно похудеть, а там жирная. Нет, ты объясни, ты понимаешь, что торт и бокал вина ничего полезного моему организму, моему здоровью не сделает. То есть я советую, что в первую очередь ставить вопрос не о похудении, я хочу похудеть, а именно о здоровье. Я беспокоюсь о своём здоровье. Всё, торт ничего полезного моему здоровью не даёт. Вот и всё, элементарное объяснение. Ай, можно ли завтрак перед тренировкой горкулесовой каши на нём? Может, мы только что про молочку говорили? Сколько ещё можно? Is it possible to speak English? Yes, I speak English. If you want, ask me any questions, I can speak English. I understand language. Sorry. Кофе с протеином можно? Можно. Можно пожарить яичные белки с лучком на левковом масле. И кукурузку надобавьте, ещё молочка налейте и вперёд. Приятного аппетита. Саш, АБЦА с протеином можно смешить или нет? Смешивать я такого ещё не слышала. Это извращение. Сашенька, привет. Скажи, ты добавляешь в блинчики из овсянки протеин? Ты добавляешь в блинчики из овсянки протеин? Иногда. То есть, если комбинирую иногда, то есть, беру, допустим, два яичных белка, половина скупа протеина, туда овсянка, тогда да. Вот, то есть, пополам-напополам яичные белки, потому что протеин, овсянка, они просто не сделаются. То есть, всё равно там яичные белки должны быть для клейкости. То есть, ещё могу добавляла, то есть, рецепты, посмотрите, цукини. Натирала на тёрочкой, они ещё больше получаются, сочнее. Молоко имеет высокий инсулиновый индекс, вся молочка даёт пинка запасаться жирком. Так что, да, прям вот, скатерна, каплей кофе даёт результат. В принципе, да. Вот как раз эту заметку готовила, что именно там есть разница. Есть гликемический индекс, есть инсулиновый индекс. Спасибо, что ты напомнила. Именно вот из-за того, что да, молочка имеет высокий инсулиновый индекс, это значит, ваш инсулинчик взрывается. Молочечка вот поэтому тоже причин... Причинчечка, почему я советую убирать. Как рассчитать свою порцию? Смотря чего и для чего. Заполярье, привет! Сохраните, пожалуйста, эфир. Постараюсь. У меня тоже угли четыре раза в день. Советы от Саши и форма оформляются очень заметно. Отлично! Спасибо, дорогая! Вперёд! Минск, привет! Это бомба с фитнес-нутеллой и хлебцей. Я подсела, это мой один перекус. Спасибо, Саша, за рецепт. Да, там очень много... А ты пробовала орешки шоколадные? То же самое. Берёшь протеинчик, разбавляешь немножко водичкой, чтобы густой получился. Туда орешки миндальные забрасываешь, ещё и в холодильник. Такая штука получается. Протеиновое желе. Тоже очень вкусно. Суперский тренер Сашуль нам приготовила вам. Спасибо, дорогая! Я люблю маффинсы и железо БЦА. Тоже очень вкусно. Привет! Привет! Почему такой голос? Какой голос? Какой минимум спортдобавок для девушки? Цель зажигания жира, сохранения мышц. БЦА. Между прочим, БЦА очень интересные, есть комбинированные, в принципе. БЦА тут шреддет. Это БЦА с Л-карнитином. Очень классная штука, то есть не нужно отдельный Л-карнитин покупать и БЦАшки. Вот, для восстановления можно, в принципе, притренчик попробовать, если вы не принимаете мягенький, ну, вот это для сна, жирожигатель. И, в принципе, омега, мультивитамины и все. То есть это самый элементарный. Глутамин можно на ночь для быстрой восстановления. Сами подумайте. Если ваша цель, опять же, вы хотите сделать форму, правильно, чем быстрее вы восстанавливаетесь, тем быстрее вы пойдете на следующую тренировку сделать хорошую тренировку, мышцы восстановятся, опять вы готовы к следующей тренировке. Поэтому ваша цель должна быть мало того, чтобы похудение, но и также восстановление, правильно? То есть смотришь сюда спортдобавки, БЦА или аминки и глутамин для восстановления. Отправлено молочкой все и нужно отказаться или только творог? Ребят, молочка! Все, что делается из молочных продуктов. Ну, иногда просто, опять же, эти вопросы... Ну, что такое? Я же говорю молочка. Если... Окей, буду говорить все молочные продукты. А программа тренировок для пресса, там полный план питания, респресса кардио для рельефа. Опять же, это тренировочные программы, правильно? Там пример плана питания, который рекомендуется для похудения и рекомендации по кардио-тренировкам. Расскажи, пожалуйста, про соевую споржу. Мне вообще никакие соевые продукты не использую. Саш, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о своем отношении к макарам. Отрицательное! Можно ли карнитин в порошке перед тренировком? Перед кардио-тренировкой вообще рекомендуется л-карнитин, это спортовавка, которая помогает сжигать жиры. То есть, даже не сжигать, она работает как трансферная система. То есть, она берет ваши жирочки, переносит те клетки, мембрамы, на еде будут сжигаться для энергии. Поэтому рекомендуется лучше при кардионагрузках. То есть, при силовых можно, но были, читала очень много исследований, там некоторые, опять же, нет там 100% доказательств, что, но сами подумайте, логически, то есть, когда вы делаете силовую тренировку, вы хотите, чтобы, во-первых, что работало? Мышцы, правильно? То есть, как говорится, может процесс вот этой транспортировки жира или жиросжигания помешать нормальному процессу работы мышц. Опять же, это не мои слова, это цитирую другого человека, который, опять же, выразил, как бы, свое мнение, логически, если подумать. То есть, ну, желательно, чтобы л-карнитин принимался именно при кардио-тренировках. Макароны, это углеводы с высоким климатическим индексом, нет, нельзя идеальной фигуры. Но, опять же, для набора мышечной массы, в принципе, можно, есть варианты, там, есть твердых сортов, хотя, я не люблю вообще даже какие-то там пшеничные, использую какие-то продукты. Есть рисовые макароны, есть гречневые макароны, в принципе, можно, но я совершенно себя нормально чувствую без макарон, уже 15 лет не ела их и не собираюсь их есть. Нам похудение можно, орехи не только можно, и нужно, без соли, миндаль, грецкие орехи, ну, самые лучшие, что нравится, миндаль. Л-карнитинное питание, аспорпид. Так, да, орешки, ваша порция, буквально вот 15-20 орешков, это ваша порция миндальных. Можно считать улеводы из кабачков? Нет. Бурый, можно бурый рис на похудение, не только можно и нужно. Как ты относишься к интермидиуму и фастинг? Отвратительно. Нет, не считаю, что это правильно. Видела даже результаты такого, такие варианты. Первый раз это сработало на человеке, опять за счет того, что, да, она похудела, была мышечная масса. Второй раз, когда она это делала, это было не тот результ, который она ожидала. Нет. Не отношусь к поклонникам этого. Саш, бывает ли у тебя читмилы? Конечно, бывает. Из-за этих родственников приходится учитывается. Учит правильное питание из-за них. А учит правильное питание почему из-за них? Опять же, вы делаете свой выбор. Извини меня, никто тебе в рот твой торт не запихивает. То, что тебе, кто-то обиделся на тебя, ну пусть обижаются. Один день обидится, второй день обидится, а третий будет все нормально. Но если ты скажешь, ну если ты обидишься, да, я съем торт, ты сделал этот выбор. И ты сожрал этот торт. Не надо винить у родственников. Не я правильно задал вопрос наверху. Мне родственники уже не помеха. Если я сказала, нет, ну вот пожалуйста. Молодец, Марина. Привет из Запорожья. Привет. Спасибо большое. Почему я не забыла, что на другой странице вы? Почему на другой странице? А мы на какой странице? Мы сейчас на какой странице, ребят? Мы же на основной моей странице, правильно? Правильно? Или нет? Или я запуталась? Я надеюсь, что я на правильной странице. Может нет? Наверное нет. Ребят, ну надеюсь, я на правильной страничке. Здравствуйте. Только что увидела ваш профиль. Спасибо большое. Орешки шоколадные делала. Это бомба. Отлично. Привет. Привет, Новоград. Ой, привет, Новоград. Привет из Новограда в Новоград. Привет. Мелатониза сколько до сна принимать? Ну, вот это опять же мелатониза, Nightburn, принимаю буквально, ну я заметила буквально там 20 минут, ну не сидела там, часами не замечала. Буквально через 20 минут я чувствую, так у меня такие глазки уже начнут закрываться, дыхание начинает становиться таким более плавным, и вот так, все. Все. И реально я просыпаюсь намного, такая бомба проснулась. То есть очень часто, вы знаете, проснешься или встать, я после вот этого просыпаюсь, практически вскакиваю, у меня уже, я готова идти дальше. Старым Новоградом, спасибо, крепящий здоровый, море, любви, океанищийся, спасибо большое. Запарили свое молочко, сколько уже можно? Ну, Оль, тебя запарили? Что можете сказать по поводу молочки, макарон на массе, что ли? Оль, они не читали твой коммент. После поздней тренировки, нужно ли есть ложные углеводы, что конкретно? Опять же, если цель похудения, то углеводы уже желательно не надо, если цель набор мышечной массы, в принципе, можно. Ребят, у нас остаются 2 минуты. Привет, Саша, благодаря тебе моя жена, и я в последнее перестали жрать всякую лишнюю хрень уже 4 месяца. Результаты радуют, спасибо, успехов тебе, спасибо большое, спасибо за такой комментарий. Для меня это самая классная награда, когда я читаю ваши такие комментарии, то есть большое спасибо, я рада слышать это, спасибо. Сколько стоит индивидуальный план питания у вас? Заходите на веб-сайт, там все написано, перловку можно, не знаю, не употребляю. Саша, как относится к читмилу, в зависимости, что ты имеешь читмил. Ребят, давайте сейчас заканчиваться, у меня уже минутка здесь осталась, я постараюсь это сохранить, выйду, потому что закончится прямой эфир. И кто еще, я не ответила на ваши вопросы, будет получаться очень много, давайте я зайду опять, и пока еще время есть у меня, мы еще поговорим. Есть ли фрукты, которые можно есть в первой половине дня или перед тренировкой. фрукты рекомендуемые, яблоки, апельсин, мандарин, допустим, грейпфрут, банан. Здравствуй, знаешь ли, ты программа питания на сушку в проблемах ЖКТ? Питание правильно составляет, сбалансированное. Крым, привет! О май гаш, мы на Тим Саше, я вас тоже потеряю, но на той странице, как обычно, я нашла все. значит, переходим сейчас на это вот, на Сашу, на основную Сашу. Хорошо. Какие картина тренировки эффективны, кроме бега? Не надо бег. Я совсем гордо говорю, что он и Саша брал у меня авторитет миллионный, спасибо большое-большое. Но это сохранится, давайте сейчас перейдем на другую страницу. Спасибо, 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 Зафир. Все, заканчиваю, я сохраняю, здесь он будет сохранен, и на YouTube-канале будет это тоже сохранено, а сейчас перейдем на эту страничку, хоть скажу, что я опоздала, или вообще были на другой странице. Но извините, извините.